Узбекистан Узбекский парламент нарушил конституцию страны. Согласно поправкам, которые внес лично первый президент республики Ислам Каримов, временно исполняющим обязанности президента Узбекистана должен быть спикер Сената, но им стал премьер-министр. Я надеюсь, что через 20 лет наши дети, новое поколение, будут аплодировать этому нашему правильному решению. Пограничники Украины и Словакии оказались в центре сильнейшего скандала. С их позволения было вырублено 6000 кубометров леса на самой линии границы. Расследованием занялся Европейский Союз. Этот лес в приграничной зоне тоже сфера ответственности государственного лесничества. Школьница из Кыргызстана создала робота и назвала его Акл, что означает «умный». Робот говорит на двух языках, решает математические задачи и танцует национальный кыргызский танец. Узбекистан освободил четырех кыргызстанцев, задержанных на спорном участке границы Унгар-Туо на юге Кыргызстана. Напомним, 24 августа сотрудников радиорелейной станции прямо с места работы на вертолетах вывезли узбекские милиционеры. Их обвинили в якобы незаконном пересечении границы. После долгих переговоров пленников передали кыргызским властям. Однако вопрос по самой территории, где находится гора Унгар-Туо, по-прежнему остается открытым. С подробностями Джебек Бегалиева. О том, как они бросятся обнимать своих близких, эти женщины представляли, наверное, каждый день. С тех пор, как узбекская милиция силой увезла на свою территорию четверых кыргызстанцев, прошли почти три недели. Сегодня ночью, после долгих переговоров, работников телевышкой на границе вернули домой. Побритых, уставших и не очень слабоохотливых. О содержании в узбекском заключении все как один и называется хорошо. Все хорошо. Хорошо, что нашим силовым органам, государственным руководителям удалось найти общий язык. Там к нам относились нормально. Примите это в дар, за то, что вы подарили нам такую радость. Кто-то из встречающих успел подготовить подарки для милиционеров. Местные считают, что освобождение захваченных кыргызстанцев и их заслуга. А кто-то даже не ждал, что пленников освободят именно сегодня. На каких условиях удалось вызволить четверых задержанных, кыргызские власти не говорят. На ребят там по решению суда наложили штраф. Однако, если даже им предъявили обвинение по незаконному пересечению границы, это действует только на территорию Узбекистана. Здесь они считаются невиновными. Решение суда никак не повлияет на их семьи и детей. Что будет теперь с радиорелейной станцией, которая обеспечивает связью и ТВ-трансляцией ближайшие села, неизвестно. Телевышка, на которой работали четверо кыргызстанцев, находится на вершине горы Унгар-То. По версии Бишкека, этот участок границы еще не описан. Определить, кому он принадлежит, должна специальная двусторонняя комиссия. Вместе с этой версией государственные СМИ озвучивают и другую. Территорию Унгар-То якобы уже передали соседние республики при прежнем президенте. Перегоры ведут, что это несогласованные участки, там не должны находиться ни наши военнослужащие, ни их военнослужащие. В связи с тем, что этот объект наш, хрыжевский, поэтому наши граждане там ввели свою деятельность, то есть работу. Узбекская версия инкоминировала им нарушение государственной границы. Что по этому поводу думает официальный Ташкент, непонятно. Ситуацию там никак не комментируют. Узбекский десант тем временем исправно в одно и то же время сменяет караул на горе и подвозит провизию для своих силовиков. Тюбек Бегалеев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. В Казахстане новый премьер-министр. Назначенный накануне временно исполняющим его обязанности Бакаджан Сагентаев, теперь занял эту должность на постоянной основе. Это назначение не вызвало такого резонанса, как перевод уже бывшего премьер-министра Карима Масимова на должность главы комитета нацбезопасности. Поскольку, как считают казахстанские политологи, Сагентаев станет просто очередным правительственным менеджером. Где-то со времен Кыргызана Кожигеллина, после него, практически все премьер-министры, это были просто менеджеры сферы экономики. Без каких-то определенных политических амбиций, составляющих. То есть менеджеры смогут менять, но экономические программы, которые до них принимались, они будут реализовываться. Премьер-министры меняются, а система остается та же самая. Вот именно система неэффективного бюрократического аппарата. Более неожиданным стало назначение Карима Масимова на должность председателя КНБ республики. Именно эта кадровая перестановка вызвала наибольший интерес. Почему президент Казахстана принял такое решение, Назарбаев объяснил только на следующий день. «Вы видите изменения в правительстве. У этого есть своя логика. Во-первых, это связано с необходимостью усиления повышения уровня безопасности. Согласие Карима Масимова, учитывая его опыт и знания обстановки в республике, он был назначен в этот ответственный сектор в сложный период. В связи с освобождением его от должности премьер-министра, сейчас правительство находится в отставке. Мы все эти вопросы решим, не затягивая. И назначение вашего начальства и новых министров. Думаю, больших перемен не будет, так как правительство в сложное время выполняет свою работу, исполняет все поручения». Карим Масимов является долгожителем на политическом Олимпе. В должности премьер-министра он находился дважды. Для Казахстана это беспрецедентный случай. И достаточно продолжительное время. В общей сложности почти 8 лет. А в соседнем Узбекистане назначение бывшего премьер-министра Шавката Мерзияева, временно исполняющим обязанности президента республики, прошло, по мнению наблюдателей, в разрез с конституцией страны. Согласно закону, эти полномочия должны были быть возложены на спикера Сената Нигматулу Юлдашева. Но он заявил о самоотводе и предложил кандидатуру Мерзияева, которую парламент поддержал. Таким образом, и парламент, и премьер-министр нарушили не только 96-ю статью Конституции Узбекистана, но и жестко выдвинутая 12 ноября 2010 года требование покойного президента Ислама Каримова, когда он внес поправки в Конституцию страны, где в случае, если президент не может выполнять свои обязанности, они переходят к спикеру Сената. Вот что, в частности, говорил Ислам Каримов. Президент, блин, Ижра... После этого между исполнительной властью, то есть премьер-министром и законодательной властью, будет такой баланс. И после этого мы можем считаться демократической страной. Отныне не будет людей, управляющих железным кулаком, силой и насилием. Не будет таких людей у власти. И с этой точки зрения президент, премьер-министр и депутаты будут подчиняться обязанностям, предписанным Конституцией. Я надеюсь, что через 20 лет наши дети, новое поколение, будут аплодировать этому нашему правильному решению. Отметим, что назначение Мирзияева на пост временно исполняющего обязанности президента Узбекистана состоялось после приезда в Самарканд Владимира Путина. Центральная избирательная комиссия республики рекомендовала организовать выборы президента Узбекистана в течение трех месяцев. Далее в программе. Пограничники Украины и Словакии оказались в центре сильнейшего скандала. С их позволения было вырублено 6 тысяч кубометров леса на самой линии границы. Расследованием занялся Европейский Союз. Этот лес в приграничной зоне тоже сфера ответственности государственного лесничества. Школьница из Кыргызстана создала робота и назвала его Акл, что означает «умный». Робот говорит на двух языках, решает математические задачи и танцует национальный кыргызский танец. Меня зовут Акл. Я умный мальчик. Министерство обороны России снова уличили во лжи. Независимая расследовательская компания Billing Cat заявила, что данные по авиаударам, которые наносили военно-космические силы России по Алеппо, не соответствуют действительности. Под сомнение, в частности, ставится утверждение российского военного ведомства о том, что ВКС России не имеет отношения к бомбежкам, в результате которых был разрушен дом, где жил мальчик Умран, названного журналистами символом страданий Алеппо, со своей семьей. 17 августа он потерял своих родных, в общей сложности 8 человек, погибших во время бомбежки. Наблюдатели заявили, что это сделали российские самолеты. Через два дня Министерство обороны Российской Федерации опубликовало опровержение. В нем представитель Минобороны Игорь Коношенков заявил следующее. Мы неоднократно подчеркивали, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов. Тем более это касается упомянутого западными СМИ района города Алеппо Аль-Кватерджи. Независимые расследователи из команды Billing Cat провели подробное изучение заявлений российского Минобороны и опубликовали на своем сайте его результаты. Согласно открытым источникам, анализу видео, фотографий и карт, исследователям удалось установить точное место спасения Умрана и опровергнуть данные российского Минобороны. Как рассказал нам аналитик Billing Cat, это не первый случай, когда оборонное ведомство России предоставляет неточную информацию. Они обманывают очень часто. Мы всегда перепроверяем их сообщения об авиаударах, которые они анонсируют. Мы тщательно и глубоко перепроверяем геолокации, по которым нанесены эти удары. Когда они сказали, что нанесли удары по ИГИЛ в Раке, на самом деле расстояние от заявленной точки удара превышало 200 километров вглубь территории, контролируемой повстанцами. Когда они заявили, что разбомбили нефтеперерабатывающий завод, на самом деле это были очистительные сооружения с водой. Станет ли Приднестровье вторым Донбассом? Актуальным этот вопрос сделал лидер самопровозглашенного Приднестровья Евгений Шевчук. Он подписал указ о реализации итогов местного референдума от 2006 года о признании независимости Приднестровья с ее последующим присоединением к России. В документе отмечается, что до 1 ноября требуется привести правовую систему Приднестровья в соответствии с законодательством России. И это основное направление внутренней политики. Власти самопровозглашенной республики утверждают, что по итогам так называемого референдума, проведенного 10 лет назад, более 97% проголосовавших жителей Приднестровья поддержали курс на независимость и последующее присоединение к России. И вот реакция Молдовы. Подписанный указ там назвали незаконным, поскольку он был принят, цитата, «неконституционными властями» на основании референдума, проведенного также незаконным образом в одной из частей Республики Молдова. Насколько серьезны намерения руководства Приднестровья, мы попросили прокомментировать молдавского политолога. Но России, по большому счету, это Приднестровье не нужно, потому что Россия пытается взять под свой контроль всю Молдову, навязав так называемый особый надежно гарантированный юридический статус. В левом берегу Днестра должны состояться очередные незаконные так называемые президентские выборы. И Шевчук, чтобы напомнить о себе и продемонстрировать свою прорусскость, написал этот указ, хочу обратить внимание еще раз на ожесточенный конфликт между Верховным Советом, незаконным, и Шевчуком. Если что-то и менять в этом незаконном законодательстве, то в Верховном Совете. А Верховный Совет ругается с Шевчуком по полной. На Урале, в городе Асбест, работники местного кирпичного завода, а это градообразующие предприятия, вот уже 4 месяца не получают зарплату. Завод входит в корпорацию, основателем которой является депутат Госдумы от «Единой России». Сейчас он занят новыми выборами. Местные власти уверяют, проблему решают. Но самим работникам завода уже даже не на что купить хлеб. Вот это... ну правда... ну стыдно! Если бы не эта помощь от журналистов тетрадками и спортивной формы, сын Олесий так и ходил бы в школу со старыми, прошлогодними. Собрать детей на учебу она и десятки работников кирпичного завода Асбеста толком не смогли из-за долгов по зарплате. Это дикость тому, что мои дети радуются колбасе. Когда я прихожу из города, и он радуется, говорит, ура, мама, у нас есть дома колбаска. Это как? С мая нормальных денег не видели две сотни работников. Люди перезанимали у родных и знакомых, экономили на едини, платили за коммуналку и по кредитам. Надеялись, что деньги придут. Работы для них в маленьком поселке, который обслуживал завод, нет. Многим оставалось пара лет до пенсии. Дети голодом сидят практически. Они зарплату не могут получить. Что это за правительство наше такое с***? Где-то их передолбим, там наши самолеты летят. Бомбы столько денег скидывают. Потом гуманитарка уже 59-й конвой пошел. А вы посмотрите на лесозаводе, какие тут дороги. Они писали в прокуратуру и входили к местным властям с просьбой о помощи, но тишина. Их отправляют решать проблему к собственнику предприятия. Зато, говорят люди, им постоянно заняты с Единой Россией. Агитаторы. Были ли у вас представители Единой России? Будете ли вы голосовать за Единую Россию? Кирпичный завод «Азбеста» сокращать начали еще в декабре. Из-за долгов, в том числе, перед государством. Хотя подоходный налог и зарплат работников исправно вычитали. При этом завод входит в крупнейшую корпорацию «Ява». Ее основатель Валерий Язев, ныне депутат Госдумы от Единой России. Когда Валерий Язев ушел в политику, структуру возглавил его сын. Андрей Язев известен тем, что несколько лет назад его автомобиль на скорости сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Язев чудом суда избежал. Он и в «Азбесте» не появляется. Исчез забота и директор. Вам кто угрожал, звонил? А я не знаю. Скрытый номер. Ну, сказали, что мы вообще много говорим. Что деньги нам, скорее всего, не понадобятся. Ну, если только на крышку гроба. Мы не быдлы, как вы хотите нас видеть. Как нам товарищ Язев говорит, а что я к этим быдлам поеду? Последний раз искать свои деньги люди приходили на завод несколько дней назад. Вместо диалога с директором у них вышла стычка с вооруженной охраной, которую вызвали выгнать людей. Изрежем? Да вы изрезали! Он не изрезан, там он все на месте. Вам будет за саму сплату. И вы здесь работать уже больше не будете. Областные власти темы завода комментируют крайне размыто. Говорят, по выплатам ведут переговоры с собственником. Мы вопрос рассматривали, с собственниками разговаривали. Ну, и нет сомнений. Вопрос погашения зародного плата мы решили. Да, сейчас мы разберемся окончательно по срокам и точно его закроем. Если говорить про школу, безусловно, я думаю, что не надо эти вещи связывать. Работники завода очень надеются на общественный резонанс. На телеканала от этой темы отказались. Негласно до выборов. На Урале все хорошо. Губернатор это недавно Путину докладывал. Ждать так долго люди не могут. Олеся, например, уже завтра не на что будет купить хлеб. У меня вот в кошельке, я вам могу показать, вот копейки. Ну, вот вообще копейки. Вот. Екатерина Пономарева, Настоящего Времени. Украинские и словацкие пограничники оказались в центре сильнейшего скандала. С их позволения в Закарпатье на самой линии государственной границы без каких-либо разрешительных документов вырубили 6 тысяч кубометров леса. И все это в особо контролируемой приграничной территории. Но самое интересное в другом. Как оказалось, на территории Украины пилами свободно орудовали граждане Словакии, а древесину сразу увозили к себе. Дело расследует Европейский Союз. Закарпатье, украинско-словацкая граница. В горах на высоте около тысячи метров. В зоне ответственности погранотряда Великий Березный осматриваем то, что осталось от леса. Вот это и есть один из пресловутых пеньков. Находится он на полосе вырубки длиной 4 километра. Это самая маленькая из трех рубок. Две остальные находятся значительно выше в труднодоступных горах. Деревень там нет. Грибники и сборщики ягод тоже стараются туда не ходить. Встретишь пограничников, придется долго объяснять, кто ты и что тебе здесь нужно. И при всем этом иностранные рубщики зашли местами на 40 метров вглубь украинской территории. Во время работ высшие чины Чопского погранотряда дали возможность, в том числе сняв украинские пограничные наряды, попасть неустановленным поколицам на территорию Украины и незаконно вырубить более 7,5 тысяч деревьев ценных пород. Это дуб, ясень, бук. После этого древесина была переправлена в Словацкую республику. В сумме вырубили около 6 тысяч кубов древесины стоимостью 19 миллионов гривен или около 2 миллионов евро. Для сравнения, командир погранотдела получает 10 тысяч гривен, а обычный лесничий около 6 тысяч. Закарпатские лесники утверждают, прошлым летом действительно выдали пограничникам лесорубные талоны, но только на санитарную рубку значительно меньшего количества леса. Что там происходило дальше, не следили. Поинтересоваться лишили только весной этого года, когда в горах снег сошел. Вырубка происходила за инженерными объектами погранслужбы. К лесничьи сейчас проходят по делу как свидетели, хотя контролировать, что и как рубят на границе, им никто не запрещал, утверждают в погранслужбе. Этот лес в приграничной зоне – тоже сфера ответственности государственного лесничества. И мне неизвестны случаи, когда мы не допустили в приграничную зону представителей лесничества под каким-то надуманным предлогом. Сейчас все учетные документы по допуску в приграничную зону находятся в прокуратуре. И я думаю, их профессионально оценят. А ведь дежурные наряды о непонятных рубках на границе сообщали. Все это зафиксировано в документах, которые изъяли во время обысков непосредственно в Чопском погранотряде, в Западном региональном управлении во Львове и в администрации погранслужбы в Киеве. Именно по такой цепочке должна была проходить оперативная информация о вырубках на границе. В данный момент эти документы изучают следователи. И сказать сейчас со стопроцентной уверенностью, на каком именно этапе эти доклады были остановлены, следствие не может. Много вопросов и к словацким пограничникам. Неизвестные лесорубы много раз незаконно пересекали границу под бдительным оком тамошней системы видеонаблюдения. Да и с переправкой древесины рубщикам напрягаться не приходилось. Грунтовка идет именно по словацкой стороне, впритык к пограничным столбам. С украинской территории сюда лесовозом не заедешь. Вдоль всей границы, оставшиеся еще со времен Советского Союза, сплошное проволочное заграждение. На днях посмотреть на вырубки на украинскую сторону приезжал начальник ближайшего управления словацкой пограничной полиции. Томаш Глэсго сказал, идет внутреннее расследование и пообещал сообщить о его результатах. А тем временем на западной границе Украины кадровые чистки на местном уровне. Уволили, понизили в званиях или вообще их лишили уже порядка двоих десятков пограничников. Ирина Сандуляк и Рома Маденский. Настоящее время. Украина. Талантливая школьница из Бишкека стала местной знаменитостью благодаря созданию роботов. Ее детище умеет слагать и вычитать, рассказывать стихи, считалочки и даже танцевать. В арсенале учениц есть еще несколько интересных разработок. Об этом репортаж Шавката Тургаева. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Акыл. Я умный мальчик. Умного мальчика Акыла, десятиклассница Валя, создала сама. Своего робота она одела в традиционную крыгызскую одежду. Научилась здороваться, произносить по команде считалочки и алфавит. Он владеет крыгызским и русским языками. Но еще Акыл может решать и более сложные задачи. Например, считать. Десять минус десять. Станцевать популярный крыгызский танец «Хара Джорго» для Акыла тоже несложно. Дай только команду. Танцуй. Работает Акыл от телефона при помощи блютуза. Все детали к роботу Валя подбирала сама. Хорошие знания в области физики и информатики ей помогли. Проект Вали — это не просто желание что-то создать. У него, по ее словам, есть конкретная цель. Я начала думать о разработке, когда посмотрела, наверное, практически всем известный мультик «Робот Вали». Но так как таких аналогов много, и я решила сделать свой собственный, индивидуальный. И также, чтобы он помогал учителям, воспитателям подготовить детей к школе. Ну и также внести свой вклад в Кыргызскую республику. Валя, я смотрю, у тебя есть еще какие-то разработки, над которыми ты сейчас работаешь. Расскажи, пожалуйста, о них подробнее. Это домашняя метеостанция. Она идет на платформе Ардуино. На такой же платформе, как и наш робот. Эта метеостанция при помощи локальной сети Ethernet выводит данные температуры, влажности и давления на экран. И вот эта домашняя метеостанция, она выводится на улицу. Сейчас талантливая ученица работает над проектом «Умный дом». Он позволит контролировать в доме температуру, служить системой сигнализации. Всему этому она вместе с другими ребятами научилась в школе на кружке робототехники. Она уже победительница многих Олимпиад и выставок. Валентин – это не единственный человек у нас в школе, который занимается этими проектами. У нас очень много одаренных детей. Ну и хочется пожелать, конечно, чтобы она не останавливалась на достигнутом, чтобы она продолжала работать. И надеюсь, с каждым разом будут проекты все более сложные, более интересные, прогрессивные. Останавливаться на достигнутом Валя не собирается. Повысить свои знания и умения она хотела бы в каком-нибудь престижном зарубежном возе. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Редактор субтитров А.Семкин